Приветствую вас и смотрите какая ситуация. Вы испытываете ностальгию по тем временам, которые никогда не жили, то есть вас тянет в те времена, вам кажется, что там лучше. Именно по одной причине, что вам кажется, что там лучше, можно предположить, а я бы даже утверждал, что то время, где вы находитесь сейчас, и та реальность, в которой вы находитесь сейчас, вас не устраивает. Причем не устраивает достаточно сильно. Настолько, что вы готовы обращать свое внимание на другие эпохи, где, вам кажется, у вас будет больше возможностей, больше стремлений, больше свободы и прочее. Соответственно, нужно определить, чем же и почему вас угнетает реальный мир, чем он давит на вас, почему вы чувствуете себя в нем зажатым, почему вы не можете реализоваться в нем. Для этого, в первую очередь, необходимо ответить на вопрос, чего вы хотите. Чего вы хотите. И дальше, в зависимости от этого, нужно устанавливать в себе конкретные цели. Цели делить на задачи, и вот уже по задачам смотреть. А, простите, что блокирует выполнение задачи, и почему? И насколько этот блок является объективным? Ведь блоки могут быть и субъективными, когда человек как бы сам себя блокирует, сам себе блокирует определенное поведение, сам себе не дает возможности что-то делать. Если это так, если это действительно так, то вот именно этим вопросом вам и нужно в первую очередь заняться, что блокирует выполнение задач по достижению цели того, чего вы хотите. Именно так формируется вопрос, направленный на победу над ностальгией по прошлым временам. Потому что у вас есть энергия. Энергия эта связана с потребностью выявлять ее, с потребностью выражать ее, с потребностью прилагать ее к чему-то. Ну, к тому или иному примету, объекту и прочему. И вы не можете этого делать. Вы не реализуете свою энергию в результате чего, как раз таки, у вас и образуется перенос. Вы переносите нереализованную энергию туда, куда вам показаться проще. Туда, куда вам легче дотянуться. Туда, где вы чувствуете себя, ну, скажем так, более спокойно. А вот в привычное естественное русло, энергию направить вы, к сожалению, не можете. И вот с чем это связано, нужно выяснить. Поэтому думаю, что для того, чтобы победить это чувство, необходимо больше внимания уделять реальному миру. И понять, что в этом реальном мире вам не по душе и почему. И когда будет ясно, что вам не по душе в реальном мире, то как раз таки это можно исправить. С этим можно работать, можно изменить, собственно, сами факторы, можно изменить сами обстоятельства путем принятия волевых решений. А можно, если надо пошло, изменить и отношение к этим факторам. И тогда реальный мир станет не таким угрожающим, каким вы его видите сейчас. Не таким пугающим, каким он вам кажется, и не таким сложным, каким он вам видится. И вот тогда у вас просто не останется времени на ностальгию по другим временам. Потому что вы будете всю энергию отдавать мир реальному. Но чтобы это сделать, нужно провести определенную работу и обратить внимание на то, что мешает вам реализоваться в реальном, в настоящем времени. В этом можно вам помочь. Если остались вопросы, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам удачи. Всего доброго.